И вот некоторые люди мне говорят, я боюсь открытых пространств. Почему он боится открытых пространств? Потому что у него не создан шаблон вот этого большого открытого пространства. И чтобы создать этот шаблон, необходимо некоторое усилие. Ну, во-первых, усилие – это надо это пространство видеть и создавать образ этого пространства. Но что вы делаете неправильно? Вы говорите, что этот образ пространства нас пугает. Ну, например, маленький мальчик заходит в комнату, и там диваны, всё хорошо. А ночью в темноте он в эту комнату боится зайти, потому что у него в голове территория эта, которую он днём видел или свет включить, увидит диваны, она населена крокодилами-бегемотами, так условно говоря, и они его пугают. То есть новый шаблон в тёмной комнате – шаблон страхов. Извините, а кто это создал? Ваш нарратив в коре головного мозга. И ваш нарратив в коре головного мозга создал, что страшно – большое пространство. И это нужно накапливать. Ещё раз повторяю. Каждый шаблон прорисовывается. Так же сложно, как таблица умножения в коре головного мозга. И мы должны смотреть, мы должны расширять свою территорию, карты территории. Мы должны как можно больше видеть и внутри, в коре головного мозга запечатлевать эти шаблоны. Шаблоны больших пространств. Те, кто люди боятся. Пространств тех, которые необходимо куда-то пойти или поехать. Вы посмотрите, в других роликах я даю прям конкретные примеры, как закреплять. Ну, как вот пойти в магазин и это представить. Как подойти к лифту и это представить. То есть вы представляете заранее, не заходя в тёмную комнату, что в этой тёмной комнате маленький мальчик представляет. Ага, там справа диван, тут письменный стол, тут телевизор, а тут шкаф. Он нарисовал, и он может входить в эту тёмную комнату, потому что шаблон у него в голове прописан, а не в этой тёмной комнате. И вот мы должны с вами, работая с картой территории, создавать как можно больший набор этих разных территорий. И я вам скажу, что за свою жизнь я создал очень много разных территорий. Был, как говорится, там и тут. Но вот пустыни у меня нету. И, наверное, мне не будет так приятно в пустыне ходить, потому что я себе представил, что в пустыне песок, в рот, в глаза лезет, жарко и пить хочется. И я уже боюсь. Шаблон у меня – страх этой пустыни. А кто-то себе нарисовал страх воды, а я море для меня нырять туда-сюда. Я люблю даже, когда работал матросом-мотористом, мы уходили вечером за несколько миль от берега, и я любил плавать в темноте, как будто космос. То есть вот эти шаблоны мы создаём сами. И чем больше их шаблонов, тем легче каждый раз осваивать новую территорию. Вот я сейчас в следующем ролике расскажу, как эти фобии, страхи могут приводить даже к смерти. Смотрите мой канал, подписывайтесь.